Всем привет! С вами снова Лера и наш технологичный дайджест за неделю. Сегодня вы узнаете о возрождении телефонов-раскладушек, самых дорогих блогерах в русском инстаграм и о том, каково весь день проработать на беговой дорожке. Поехали! Motorola выпустила ремейк своей культовой раскладушки из нулевых Razer. В отличие от спорного складного устройства от Samsung, этот смартфон хвалят почти все. Судя по презентациям, у него нет проблем с экраном. Он легко складывается и не оставляет следов на сгибе. Однако, такой смартфон обойдется недешево – целых 1499 долларов. Чтобы заработать на раскладушку, расходы тоже придется сложить пополам. В сети впервые рассказали о примерных доходах самых популярных инстаблогеров Рунета. Forbes подсчитал, что больше всех в этом году заработала Ксения Собчак – 1,6 миллионов долларов. Успешный человек, а человек счастливый – это не всегда одно и то же. На втором месте телеведущая Регина Тодоренко, а на третьем – Ольга Бузова. Доход 860 тысяч долларов. Всего в списке Forbes 12 человек, только двое из них – мужчины. Это Хабиб Нурмагомедов и автоблогер Алан Енилеев. Впервые за два года рейтинг самых богатых людей мира возглавил Билл Гейтс, а Джефф Безос упустил первую строчку. Безос отстает от Гейтса всего на миллиард. Состояние основателя Microsoft оценивают в 110 миллиардов долларов. Но в целом у Джеффа довольно грустный год. Потерял 36 миллиардов при разводе с женой и 7 миллиардов после последнего квартального отчета Amazon. А скоро Новый год, надо детям подарки под елку, на стол накрыть. Ну вы поняли, всем бывает тяжело. Если кому-то кажется странным работать стоя, автору The Next Web есть чем вас удивить. Он зачем-то решил протестировать на себе, что будет, если весь день идти на беговой дорожке и работать. Журналист говорит, что поработал вполне продуктивно, хотя был потным и раздражительным. Ему было око отвечать на сообщения в Slack или разбирать почту. Но вот писать что-то более осознанное уже сложновато. При этом его стол все время шатался. Такова цена за ЗОЖ. И это все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. Пока!